так друзья завтра или послезавтра собираемся все-таки наконец-таки сделать открытие сезона 2024 сегодня у нас 17 марта и конечно же что нужно сделать заехать в рыболовный магазин вот не скажу что мы накануне еще до этого никогда не заезжали но то уже где-то там по коробочкам по ведрам по сумочкам уже разложено что мы купили сегодня прикорм черный лещ сказали что в холодной воде хорошо пылит хорошо виден этот мотыль насадочные нашли одна последняя была коробочка всего лишь крымского нереса 350 рублей ехали ну от нас как бы далековато были на западном и аж на туполево нам подсказали что есть не рис вот опарыша две коробочки красненькие беленькие червь обыкновенные в стаканчике а этот какой-то необыкновенный черноголовка и прямо кажется как такая есть в напиток какой-то квас из черноголовки черви тоже видно оттуда такая тема поплавочки но они конечно нужны и слышу много рассказывают о них но хочу сказать что последние года два-три точно мы их не применяли может быть свои порастеряли или поломались но надо купить было взяли какие-то коромыслы или не знаю как он их назвал вот такие-то темки сказал тоже очень нужное гитарки на микро мыслать гитарки вот вот эти вот тоже очень нужно вот этих я покажу когда на рыбалке сколько у нас эти грузил конечно не теряются мне без того теряются ломаются вот это с якорьком ну ладно взяли нужно значит нужно это уже поменяли мы две плетенки на двух на трех спиннингах да прямо вот занимались зимой это еще что-то приглянулась и на пеленгасом гип вот такой пеленгас все-таки настроены мы опять на часть пеленгаса прошлом году я от него плакала что он ловится не ловится деньги как сказать вкладываем ну да ладно не знаю что чего стоит поэтому самому вот только чек принес от от плетенки и от грузил только здесь вот составил порядка девятьсот двадцать рублей все остальное цены вы знаете ну думаю что далеко не в нем не менее двух тысяч мы сегодня оставили в магазине а что поймаем привезем посмотрим оставайтесь с нами здравствуйте подписчики гости нашего канала 18 марта 2024 года и мы сегодня делаем открытие нового сезона едем на рыбалку как вы уже поняли наши любимые места это за конюшню направо и до шишловского острова проедем ли мы туда сегодня не проедем будем смотреть по последним сводкам рыбаков вчера вроде как в карата его было но много рыбаков и карасик пошел вот но к вечеру почему-то дали отбой что вода стала уходить что там ничего не ловится и поэтому испытывать судьбу куда-то ехать мы там давным-давно были то есть решили открытие сделать на тех местах где было и закрытие вот что будем ловить конечно хочется поймать пеленгаса мы к нему готовы в мыслях на сазанчика готовым но еще прохладно вода прохладная в дону надо хотя бы 8 10 градусов чтобы она прогрелась но нам дома не сидится потеплело и мы все уже в дороге а вы оставайтесь с нами я буду все вам показывать и рассказывать так друзья вы думаете это тут озера это вот водой залиты поля и сколько мы едем все это залито не знаю что уж будет куда мы повернем сейчас направо но налево пока все в воде это не очень нас радует нас ничем не испугаешь вон видите на с этой стороны тоже самое вообще просто все залито с одной стороны и с другой не есть хорошо но вы оставайтесь с нами вдруг нам понадобится помощь и вы будете нам ее первыми оказывать так друзья ну мы вот под мостом все строительные вагончики все здесь поубирали васильевич пошел как обычно пеша посмотреть что-то мне как бы не очень верится что мы проедем это только начало туда дальше 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 точно будет все залито водой но хочу сказать что все таки со строительством дороги все убрали прямо целые были гаражи или как там это песка вот навозили и что-то будет будет и застройка я не видела что беседка вот это вот было здесь база отдыха беседка я думала что ее всю разобрали она сдвинута под мостом и я так понимаю она будет все таки функционировать наверное стоит конюшня и лошадки в ней присутствуют то есть жизнь в этом краю возобновляется что будет будем продолжать следить не знаю я так поняла что-то васильевич мне прошумел что он будет поворачивать нет не поворачивает едем туда нет попробуем здесь проехаться сюда решил что не стоит нам ну а вы с нами оставайтесь не порыбачим так хотя бы покатаемся так пытаемся найти место еще до шишловского мы где-то здесь тоже рыбачили вот дорога так хорошая панпа от попали идет сухая но вот сейчас сюда заехать прямо такие вот колеище разбитые и она-то и сухая вот на этом подъеме не знаю сможем мы это сделать но кто-то приезжал заезжал пойду посмотрю что там как не показать не могу вот иду еще до воды не дошла пожалуйста полюбуйтесь рыбки поймали остальное и это не все вот сколько буду идти все вот там видите да завалено перевалено вот это все вот так поближе как бы так это только еще только начало сезона начнем ну да с прошлого года осталось мы понимаем так друзья ну мы приехали на то место где вот отпуск 5 или 7 дней сколько мы там жили уже не помню прошлом году вот это поляночка конечно проехали мы легко сюда но благодаря рыбакам которые вне дороги проделали путь прокатали то есть по дороге по колее разбитые ехать было невыносимо укатывали они там где полем где мы там флажки повесили чтобы могли понимать как отсюда выезжать потому что где-то что-то это александр и василич наблюдает за рыбаками хочу сказать вот впереди 3-4 вижу лодки с этой стороны и с левой тоже побежал смотреть тянет что-то или не тянет ну так относительно чисто относительно вот но воды много воды очень 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 много воды хоть говорили вчера что уровень падает потому что вот это дерево вот его мы просто обходили обходили там у нас лодка стояла ну ничего раз люди ловят не зря же мы ехали 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 и наконец приехали вот здесь тоже я вижу две лодки вот будем разбивать на на лагерь мы не совсем ненадолго потому что из этих лабиринтов надо будет по светлому уехать ну а вы оставайтесь с нами и еще чего-нибудь покажу да расскажу вам обратила внимание вот это вот одно дерево его не было прошлом году упасть вроде бы как неоткуда получается из воды как бы прибило представляю сколько было воды что такие огромное дерево ну его вряд ли кто сюда тащил и как с чем воду и машины не сдвинешь и с этой стороны тоже конечно она подсохнет и попиляем хорошо такие чербанчики будут греться ну как бы очень не то что удивительно вода говорят сильная такая стихия что такими деревьями ворочает и вот друзья вам показывала прошлый раз мы были да может в зарослях как-то это вот огромное дерево до воды далеко я понимаю там расчищали место для рыбалки допилим до вырубаем а это вот вы мне еще прошлым разом не ответили что это бобры так зачем бобру в этом месте это и человеку тоже вот это вот рубить вручную это даже не электропилла большое такое дерево и вот такая песня загадка отвечаете на вопрусики на мои вопрусики на мои